Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Геннадий Гудков дал большое интервью молодому блогеру и, наверное, нужно сказать очень красивой девушке Эльвире Вихаревой. Интервью, как я сказал, большое, больше часа, но лично меня в нем заинтересовали прежде всего две мысли. Первое. Для Путина и его режима свободная демократическая Украина сейчас очень большая опасность. Куда больше, чем Алексей Навальный и вся другая оппозиция. Почему? Пример Украины для нашего российского народа очень важен. Свобода и демократия приводят к совершенно другому качеству жизни, но и точнее к его уровню. И скрыть тот факт, что на Украине люди будут жить гораздо лучше, чем в России, не получат при всем желании. Поскольку 25 процентов россиян есть родственники и друзья на Украине. Вот как он об этом сказал. Для Путина свободное демократическое Украина – это главная опасность. Не Навальный, не Гудковый, всякие там, не каналы, не прочее. А вот опасность – это пример Украины, если она покажет, что свобода и демократия приводит совершенно к иному качеству жизни народа. А ведь так как у нас там 20 процентов и 25 процентов россиян имеют родных и близких знакомых друзей в Украине, а Украина спала на 50 процентов такими связями. Информацию эту не удержать. Вторая. Война – это фактически крах для путинской экономики. И, как он сказал, мы вступаем в последнюю стадию путинского режима. Доллар уже взлетел до 80 рублей. А значит и взлетят цены на все. И все будет только хуже. Как он выразился, наша валюта будет превращаться в фантики. Вот как он об этом сказал. Мы вступаем в последнюю стадию путинского режима. И я думаю, что вот тут коллапс, который намечается, мы слили уже, что нефть 100 долларов за баррель, да, у нас уже 80 рублей за доллар просят и 91 за евро. Ну, там немножко плавает туда-сюда, но в целом он будет… Наша валюта будет обесцентиться превращаться в фантики. В фантики постоянно больше, но жрать на них купить будет невозможно. Так что фантики у всех будет много, а еды будет меньше. Что здесь можно сказать? Экономика – это вообще Ахиллесова пета путинского режима. И, как ни странно, ситуация в российской экономике, современной российской экономике, это результат одного из преступлений еще Иосифа Сталина. Точнее, это последствия сталинской индустриализации Советского Союза. Ею принято восхищаться, да и как, вроде бы, не восхищаться. Сталину считанное десятилетие удалось сделать из отсталой аграрной России мощную индустриальную страну и вторую экономику мира после США. Свершить экономическое чудо, перед которым японское тоже экономическое чудо, вроде бы, кругом отдыхает. Но дело в том, что специалисты хорошо знают, что на самом деле никакого чуда не было. Столь быстрый рост советской экономики объясняется тем, что она была экстенсивной. В условиях политаризма или азиатской деспотии, которая была, что царская Россия, что Советский Союз, что современная Россия путинская, экономика обречена на экстенсивность, поскольку нет конкуренции. Исключения известны только два – фашистская Германия и современный Китай. О том, почему они исключения, мы, надеюсь, как-нибудь поговорим отдельно. У нас на каналах уже есть первая публикация задуманного мною большого цикла публикаций «Провал политики Путина – экономические причины». Мой подробный ролик же о том, что такое политаризм или азиатская деспотия, будет на конечной заставке. В условиях капитализма экономика обречена на интенсивность, поскольку капиталист, чтобы выдержать конкуренцию, вынужден постоянно проводить научно-техническую реконструкцию технологических линий, внедрять новые научные достижения, повышать квалификацию рабочих АТР. И на это тратятся колоссальные ресурсы. И даже сложно сказать, какие. Поскольку сам капиталист каждый решает сам, какие ему именно деньги вкладывать в научно-технический прогресс. В условиях азиатских деспотий же такой необходимости нет. Многих экономистов сегодня поражают. Как Сталину удалось, во-первых, провести индустриализацию, а во-вторых, выиграть Вторую мировую войну, что экономически для Советского Союза тоже вроде бы было невозможно. Экономика в фашистской Германии и стран-сателлетов, даже несмотря на советскую индустриализацию, была все равно в четыре раза мощнее советской. Ответ между тем очень и очень прост. Данный феномен объясняется тем, что Сталин попросту не вкладывал деньги в прогресс. То есть он, по сути, взял кредит в будущем. Взял эти деньги у нас с вами. И платить за это приходится сегодня уже не Сталину, а приходится нам. Трудно поверить, но на всех советских предприятиях с 30-х годов не было ни одной научно-технической реконструкции технологических линий. К чему это привело? Уже к 60-м годам мы кругом абсолютно экономически проиграли Запад. На Западе производство повсеместно внедрялось. Кибернетика, электроника, робототехника. У нас же что в 30-х годах, что по сей день. Как работали кувалды на производстве, так кувалды и работают. И на большинстве советских предприятий, сохранившихся чудом даже в эпоху Великого Путина, по сей день не было никакой научно-технической реконструкции и близко. Так стоит ли удивляться, что наши предприятия закрываются тысячами? Но Путин, как говорится, даже не чешется, чтобы ликвидировать этот самый настоящий ужас в нашей экономике. В нулевые годы режим Путина буквально спасли высокие цены на нефть. Но те времена прошли, и сейчас Путин, пусть и с подачи Сталина, но сам уже семимильными шагами ведет Россию к экономической катастрофе. Поэтому я согласен с Гутковым. Война с Украиной, если, конечно, опять не взлетят цены на нефть, это крах для российской экономики. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok